Майкл, если можно вот более детально о нашем контрнаступлении, потому что мы в ожидании именно вот этой горячей активной фазы, и многие эксперты говорят, что на самом-то деле, если проводить аналогии с Херсоном, если проводить аналогии с Харьковом, то наше вот это вот контрнаступление началось еще там, условно говоря, три недели назад. Насколько вы с этим согласны? Насколько вы согласны с тем, что то, что происходит в Белгородской области, с РДК, сейчас вот в Шебекино, то, что происходит с атакой на московскую Рублевку, это уже и есть этапы нашего контрнаступления? Ну, в целом я согласен с тем, что контрнаступление, оно уже идет. Понятно, что многие представляют, ну, понимаете как, поскольку фокус общественного внимания, он в целом был сосредоточен во многом на танках, да, потому что вот с Леопардами была длинная история, с Абрамсами тоже, вот была большая общественная кампания, в том числе давление на западных чиновников в попытке объяснить им простейшие вещи, да, что, ну, как бы нельзя рассчитывать на то, что вы будете, значит, как-то играть с Путиным в поддавки, и при этом все закончится нормально. Поэтому у многих есть там естественная в голове связка, что контрнаступление, это вот когда гигантские танковые колонны, да, идут куда-нибудь, значит, на Кремль, а вот все, что этой картинке не соответствует, не подходит под вот этот вот выбранный, выбранный людьми, значит, ореол контрнаступления. По факту оно, конечно, уже идет, мы видим повторение того сценария, который ближе скорее к Харьковской области, по контрнаступлению Харьковской области, которому предшествовала большая работа, связанная с ударами дальнобойными снарядами и ракетами по российским складам, штабам и всему остальному. Ну, вообще, главная проблема сейчас, честно говоря, это главная проблема для анализа, я бы сказал, что мы не очень видим масштабы происходящего, потому что, естественно, обе стороны заинтересованы в том, чтобы если там что-то попадает в какой-нибудь склад или что-то попадает в какую-нибудь, значит, военную часть, чтобы минимальное количество людей об этом знало. Особенно это работает у российской стороны, потому что, ну, вот если в прошлом году мы буквально каждый прилет по складу видели с помощью видеофиксации, да, то есть сейчас ситуация изменилась, то ли телефоны у военных отобрали, то ли они, значит, перестали все выкладывать, поэтому мы лишь постфактум видим некоторые эпизоды, да, то есть мы вот там потом по некрологу понимаем, что был уничтожен такой-то штаб, мы там по разбросанным телам мобилизованных понимаем, что было уничтожено их скопление. Вот за всеми обстрелами, да, вот, например, сейчас тема, которая меня не то чтобы занимает, но мне не нравится фокус ее освещения, а именно стрельба по Белгородской области ракетами, ну, то есть многие представляют из-за российской пропаганды, что это там, не знаю, стреляют по хуторам нон-стоп украинские войска, значит, и исключительно по жилым домам вот как-то их выцеливают и по ними градами на мощь. Это и, собственно, российская пропаганда пытается сделать вид, что это именно так. Однако, если люди зададутся вопросом, вот возьмем там обстрелы последних двух недель, которые довольно активные. Мы видим, что по Белгородской области довольно активно наносятся удары, но при этом мы видим, что там пострадавших или погибших, ну, крайне мало, меньше, чем вообще можно себе представить. И у людей не очень возникает вопрос, почему. На самом деле, ответ на этот вопрос заключается в том, что большая часть ударов наносится именно по военным объектам, потому что именно Белгородская область — это основная артерия, через которую начиналось полномасштабное вторжение, через которую продолжает пополняться российская группировка в Украине на оккупированных территориях. Именно в Белгородской области, в Щебекино в частности, есть большое количество складов боеприпасов, куда они были отодвинуты после того, как у Украины появились хаймарсы с джималересами, которые вот на оккупированных территориях, то есть они условно достают немалые части оккупированных территорий, после этого склады, военные части, военные штабы были отодвинуты именно туда, в Белгородскую область. Поэтому большая часть обстрелов, которые происходят, — это обстрелы именно по военной инфраструктуре, причем, скорее всего, достаточно успешные, но, опять же, масштаб успешности мы не можем оценить, потому что довольно мало информации поступает. То есть вот все эти непрекращающиеся последние дни обстрелы, они именно по объектам военной инфраструктуры. Есть какое-то количество, безусловно, которое попадает и не только по военной инфраструктуре, но это, скорее всего, связано с работой системы противовоздушной обороны, которые отклоняют ракеты от курса, и с рэбами, то есть радиоэлектронной борьбой, которые, соответственно, тоже отклоняют ракеты от курса. К сожалению, то, о чем я давно говорил, из-за того, что Запад искусственно ограничивает Украину в том, чтобы использовать западное оружие для атак по российской территории, мы видим, что атаки ведутся, соответственно, вооружением, которое имеет меньшую точность, чем западное вооружение, чем те же «Штормшедо» или чем те же «Джим-ЛРС». Я давно об этом говорил, что на самом деле это не очень правильная с точки зрения Запада стратегия, даже с точки зрения каких-то очень переживающих за российскую территорию людей, потому что условная точка «У» имеет гораздо большие разбросы, гораздо большие векторы отклонения, ну, радиус отклонения, нежели там какой-нибудь «Джим-ЛРС», который бьет точно в цель. Поэтому, к сожалению, действительно, иногда ракеты прилетают не по тем точкам, в которые летят. Но, грубо говоря, вот именно эту часть я считаю контрнаступлением уже начавшимся, да, то есть работу по складам, по скоплению живой силы, по военным штабам. Именно это и было предтечей контрнаступления в Харьковской области тоже, когда активно, соответственно, применялись различные РЗО и прочее для того, чтобы, собственно, нарушить военную логистику. Также в рамках контрнаступления уже, на мой взгляд, идущего проводится разведка боев на разных направлениях. Иногда в Запорожской области, иногда от Авдиевки там идут. Ну, в общем, потихонечку прощупывается почва. Опять же, если мы вспомним контрнаступление в Харьковской области, то оно появилось довольно случайно, как мне представляется уже ретроспективно, потому что изначально украинская группировка шла на херсонское направление, но, соответственно, увидели случайно разведкой боя, что в Харьковской области российские позиции довольно уязвимы, и буквально свернули, вот как в каком-нибудь меме, свернули, значит, с заездом в Харьковскую область, и удалось достаточно быстро и эффективно ее освободить. Поэтому, ну, понятно, что в современной войне гибкость – это один из важных элементов, особенно когда вы воюете с силой, которая превосходит вас по некоторым параметрам, ну, то есть, например, по дальности удара ракетами, по стратегической авиации, по количеству артиллерийских боеприпасов в моменте на ряде направлений и прочее, 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 да, поэтому нужно быть гибкими, и поэтому нужно менять план по ходу пьесы, что периодически и происходит. Что касается РДК и Белгородской области… Майкл, Майкл, если можно, да, прежде чем перейдем к РДК, потому что это отдельный блок все-таки будет, я хотел бы… Да, вы просто спросили… Да, 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 но уточнить вот по ходу пьесы, так сказать, вот вы упомянули о том, как это все происходило с Харьковской областью, вы делаете ежедневные сводки с военным экспертом Русланом Левиевым, и вот я понимаю, что, возможно, вот прямые такие аналогии проводить и неправильно, но тем не менее, да, если вот один в один вспомнить, да, да, если вспомнить, как это было тогда, вот я хотел бы попросить ваших ощущений, вспоминая то, как это было в Харькове, и вот с этой, возможно, да, Мариупольской нашей операцией, назовем ее так, вот по вашему мнению, начало горячей фазы Мариупольской операции, это вопрос часов, дней или, может быть, недель, месяцев? Никто не знает, не знаю я, но там до Мариуполя есть еще Мелитополь, поэтому я бы скорее оттуда отмерял. Смотрите, тут в чем вообще проблема с любым прогнозируемым сроком? Если мы хотим что-то спрогнозировать, поиграть в каких-то оракулов, нам нужно, чтобы нам было известно достаточное количество водных. Как то? Количество сформированных бригад Украины, значит, количество техники Украины, количество солдат Украины, и то же самое у российской стороны, причем на самых разных направлениях, да. Проблема заключается в чем? У нас очень много неизвестных. Мы не знаем, насколько действительно украинская сторона сейчас готова и комплектована к глубокому заходу, да, потому что если мы говорим там про тот же Мариуполь или перерезание сухопутного коридора в Крым, то появляются все те же проблемы, о которых мы говорили ранее, да. То есть такое глубокое залегание, оно предполагает открытие собственных позиций и возможностей вот тех, кто будет наступать для той же авиации, которая уже может применять ФАБы, у которых не очень большая дальность, да, и запуск таких ФАБов по скоплению живой силы – это довольно неприятная история. Поэтому в целом представление, даже причем не точный план в моменте, который неизменный, а представление и вариации плана известно только украинскому генштабу. Насколько я понимаю, они постоянно обсуждаются и прорабатываются. Поэтому по срокам сказать невозможно, и поэтому все там прогнозы, да, они, как правило, ну и не оправдываются. Мы помним то же самое было и с Херсоном, например, да, когда вот все ждали, 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 а потом там российская страна начала посмеиваться, ну типа, ну что, ну как, ну где, ну что, вот вы там обещали, а вот в итоге нет, а потом, значит, драпануло из этого самого Херсона в момент, когда уже там многие россияне, например, поверили, что действительно Херсон с Россией навсегда, как им обещал Владимир Путин. Поэтому вещь довольно слабо предсказуемая. Что касается погодных условий, да, то понятно, что лето – это самая благоприятная для этого история, потому что, собственно, немножко подсушена земля, что дает возможность для того, чтобы, собственно, техника проходила. Поэтому при там благоприятном стечении обстоятельств, скорее всего, мы можем увидеть это там в ближайшие недели. Вот, но опять же, еще раз подчеркну, в магию я не верю, в дар предвидения тоже, поэтому воспринимать это какой-то как прогноз не стоит.